Приветствую вас, интернациональная аудитория! На канале Каменный Успех. Дома из камня. Пошел сделать камин, или шашлычную, или что, чтобы разводить костер. Имею немного камней стареньких. Сильно они зациклились на том, чтобы его мерить по уровню. Приблизительно это должно быть совместимо с ровностью и кривизной. Когда-то будет неплохая работа. Если идеально она станет. Вот так будет. Приблизительно ровно. Я должен не буду вымерять все это дело. Потому что все делается по старинку. Давайте мы с вами тоже посмотрим, как это смотрится в данный момент. Ну вот. Вот таким образом что-то будет. После того, как мы сделали вот эти упоры. Видите? Одна упорка ступенечка, вторая и третья. Здесь практически я выдвинул, даже не знаю, на 20-25 сантиметров. Да, 25 сантиметров. Ну и здесь уже, наверное, на все 30-32 сантиметров. Одним словом, все это выдвинуто. Выдвинуто. И сейчас мы можем заняться камином. С этой стороны я тоже немножко сделаю заокругленную. Такую, как бы, с камушков, чтобы было побольше пространства. И все будет классно. Что касается этих камней и самой перевязки. Здесь, смотрите, я поставлю здесь вертикальные камни. А здесь, здесь. Будет перевязывать, надавливать на этот камень, чтобы он не так легко отломился. Практически это нереально. Естественно, когда будет разжигаться огонь, огонь любит мягкие камни. А вот эти камни жесткие. Могут лопнуть эти камни. То есть, на будущее скажу тем, которые не знают. Для каминов нужны мягкие камни. Тогда камин будет хорошо и долго служить. Вот здесь я намерен сделать такой полукруг. Наподобие вот отсюда. И вот так. Вот так. Поэтому сейчас мы начнем выкладывать. Здесь продлим. Вот как-то оно так полукругом пойдет. Итак, для того, чтобы создать перевязку. Вот смотрите, мы вот здесь надавливаем на этот камень и на тот. И потом вертикально уже ставим здесь камни. Смотрите, я их поставил. У меня перевязывают. То есть, верхние камни, они давят на вот эти камни. И за счет этого никуда это не уйдет. Единственное, что если там треснет уже. Ну и то у меня есть нижние камни, которые будут держать. Ну, желательно, конечно, сильно не нагревать такие, так сказать, каменные камни. Если вы сделаете свой камин из гранита, естественно, он потрескает. Здесь я сейчас прогоню этот полукруг. То есть, закрою, и уже у меня какие-то контуры появятся. И потом можно свободно работать. Здесь то я камушек вставлю. А здесь уже вертикальные камни я могу ставить, сколько мне надо, какая высота. Вот так же само здесь у меня будет вертикальный камень. Ну и вот наружная сторона. Я просто подставил досточку. Сильно не зациклююсь там, ровно, неровно. Выставлял ровно, но оно сбилось. Ну, в принципе, как бы под старинку все это пойдет. Я уже как бы потом вывожу по-своему. Ну, одним словом, мы скоро посмотрим. Я сегодня все эти досточки сниму. И вы уже будете на свой взгляд смотреть, насколько это хорошо или плохо. Пока я могу сравнить заборы. Вот старый заборчик, который был, он там где-то уже осунется как бы. И вот новенький, который мы начали делать. Посмотрим, чем это все закончится и как это будет смотреться. Вот я поставил еще один камушек. И вот что я хочу сказать, что иногда бывают такие неровности. То есть, ну где-то туда-сюда. Не обязательно, чтобы это было ровно. Это должно визуально смотреться в первую очередь. Что касается камня. И когда визуально будет смотреться в этом деле, потому что все неровности они здесь. Вы их можете найти у меня. Все неровности. И это нормально будет. Я работаю с камнем не один год. И не могу повернуваться туда с любым архитектором, которые, так сказать, все как бы знают. Здесь я сейчас постараюсь выровнять с платформой этого камня. И потом мы уже будем смотреть, что нам делать дальше. Вообще-то мне нравится работать без проекта, без всякого чертежа. В моей голове, после того, как я поставлю первый камень, вот тогда начинается открываться самая главная фантазия. Вот так-то делаем. Здесь немножко как бы выдвигаем для того, чтобы поставить камушек. Так как у меня нету перекладины большой. Вот один из способов, как можно сделать с маленькой перекладиной. Нам нужно, чтобы высохла немножко. И потом можно наверх ставить перекладину. И так как можно сделать к impostой. И так далее. И так далее. И так далее. Так далее. И так далее. это прикладина держится за счет чего за счет того что здесь поставили немножко больше камень создали так сказать равновесие и вот на этой стороне то есть самое равновесие ну осталось заштукатурить вывести трубу все что угодно можно сделать штукатурку можно сделать линистую чтобы камень не трескал но для так сказать сделать сувлаки сашлычок этого вполне достаточно камень такое как бы мангальчик он всегда украшение для двора он всегда привлекает взгляд мне приятно посмотреть то что стоит по дворе очень простая и в том числе она смотрится дорогой нужно просто немножко фантазии просто сделать так как вы хотите и все это будет как от душа ваша вы просто покажете что-то свое это на самом деле многие делают не по проекту многие делают вот я хочу вот так я думаю о а это же вот так не клеится вот там вот то с этим вообще никак нет а я хочу то есть это неординарность у человека и позволяет делать создавать что-то свое что-то такое чего нету других вот этот скажем постройка такая она очень простая она не такая как у всех рассказать из чего делать с чего как вот ну вот этот вот как он все со старого забора который здесь был который вообще никак не клеился и люди когда проходят и обряд у а где камень брали то вот с того забора который был его вот это с того С того, что было, да? Ну да, конечно, с того, что было, с того материала и построили, обработали, писали, сделали, привели в порядок где-то. Видно же каменщики, да? Ну вот, мы можем с любого материала построить то, что у вас под ногами, и самый голимый, самый такой неадекватный камушек, так сказать. То есть, чем больше он такой непонятный, тем больше с него можно что-то сделать, и можно очень красиво сделать. Есть мастера, которые говорят, ой, не, я только буду с вот такого камня. Да нет, не обязательно именно с вот такого квадратненького, не обязательно с хорошего. Можно сделать и самого никакого, но получится вот так. Итак, заходите к нам на сайт, там много интересных тем. Я даже сам, когда все это перечитываю, думаю, о, насколько все мудро. Да это же книгу можно писать. Составительные люди, строите из камня, мастера, зарабатывайте на камне. Субтитры сделал DimaTorzok